12 июля в православном календаре является особой датой. Это День святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Называют его просто Петров день. Праздник имеет очень давнюю историю. В этот день принято вспоминать житие, мученичество и страдания апостолов, в образах которых объединились смирение и кротость с величием веры в Христа. Их разные человеческие судьбы, разные характеры и даже разные пути, которыми они шли к вере, слились в одном – в безграничной любви к Иисусу, сподвигшие их на великий духовный подвиг и мученическую смерть за Христа. О, преславни апостоли Петре и Павле, души за Христа, предавшие крови Вашим, пожить и живут, добившие, услышите чад Вашим, молитвы, воздыхания. В День первоверховных апостолов Петра и Павла родился человек, который всю свою сознательную жизнь посвятил вере, стал священнослужителем в те опальные годы, когда о церкви говорили шепотом. Это настоятель храма святителя Николая Чудотворца, благочинной церкви Брестского городского округа, секретарь Брестского епархиального управления, протеерей Петр Романович. 35 лет служения Богу и людям отдал отец Петр. 35 лет многолетнее пастырское служение направлялось на духовное очищение прихожан, на воспитание молодежи, воспитание и укрепление семей. Сложное было время, когда я пришел в церковь, были разные. Служил сначала в деревне, и, конечно, было сложно, даже с ремонтом храма и с другими просмотами. Тоже прекрасно это понимаете, какое было время, но слава Богу, все прошло. Отец Петр, а 35 лет служению церкви, служению Богу, служению людям, это много или мало, это тяжело или просто? Ну, это, конечно, нелегко, понятно, но 30 лет, как сказать, ну, это и много, и мало. Но, слава Богу, с Божьей помощью это и легко, потому что если без Божьей помощи, это было бы, конечно, очень трудно. Так, с Божьей помощью. Взять крест служения, пастырского служения, в момент, когда церковь находилась в, ну, в таком презрении, да, можно сказать, это, безусловно, подвиг, это подвиг, который отец Петр взял в свои юные годы. Ну, вот, сейчас же, конечно, все изменилось, и я думаю, что, конечно, 35 лет служения церкви, это подвиг. На праздник в храме святителя Николая Чудотворца было многолюдно и как-то особо торжественно и необыкновенно тепло. Прихожане, гости и приглашенные молодые люди и люди сталого возраста. Каждому великий праздник. Петру в день хотелось помолиться за здоровье не только своих родных и близких, но и за здоровье настоятеля храма, отца Петра. Это очень добрый, отзывчивый священник, который придает очень много сил людям, очень много помогает во всем деткам, направляет детей в нужное русло. Вот, дай Бог ему здоровья, чтобы он процветал дальше до 100 лет, мы очень рады всегда его видеть. Замечательно, хорошее, отзывчивое к людям и ко всем, и к храму этому. Так уже можно судить по людям, которые идут, видите, со цветами, и как это, вот это уже уважение самое большое. Нескончаемый поток поздравлений с юбилеем и Днем Ангела. Поздравить отца Петра приехали священнослужители из Польши, Украины. Пастырская служба, общие добрые дела связывают Брестское облагочение со многими другими приходами Православной Церкви. Вы являетесь этим пастыром, который соединяет всех поединок. Мне вспоминаются слова нашего праведного Иоанна Крештарского священника. Он есть молитвенник, и вы есть молитвенник, который стоит возле престола Божьего. Желаю вам, чтобы эта молитва никогда не было самого, в вашем пастырском сердце. Чтобы Господь был милосердник вам, чтобы Амин, охранитель, всегда охранял вашу земную жизнь. Поздравить отца Петра со значимой датой приехал мэр города Брест Александр Рогачок с председателем Брестского городского совета депутатов Николаем Красовским. Многие лета пожелали настоятелю храма представители вертикали власти. Дорогие прихожане, сегодня в нашем городе, в нашем благочине большой праздник, хороший, красивый юбилей уважаемого, авторитетного человека. Поэтому хочу от имени городской власти, как председателя гористолкома, от имени депутатского корпуса сказать всего спасибо за те труды, которые он несет на православной миме. Спасибо от власти, спасибо от вас, уважаемые горожане, и то, что здесь эти сотни людей, и сегодня на самом деле мы шлем вам самые долгшие пожелания, тому подтверждение. Спасибо за взаимодействие. У нас в городе 16 приходов, строятся храмы, будут новые храмы. Я обещаю вам, что будем оказывать всяческое содействие, потому что такие люди, как Отец Петр, они сочетают в себе великолепные качества и как священника, и как организатора. Вам низкий поклон, праздника и многих лет. Многое лето, многое лето, многое лето. Хорошо отложенное служение, взаимопомощь, взаимопонимание традиционно существует благодаря служению каждого священника и значительному вкладу, личному примеру настоятеля храма. Таким примером многие годы и для священнослужителей, и для прихожан является настоятель храма святителя Николая Чудотворца, протеиерей Петр Романович. Хочется одного еще, еще послушать Богу. Все Богу послужить хочется. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.